Уважаемые товарищи, для крестьян, конечно, сегодня праздник, потому что в сложный год есть мощный прорыв, есть успех и есть действительно не только урожайность, но и в головом производстве основных сельскохозяйственных культур рекордный урожай. Министр скромно говорил о 100 своих 10 миллионов, которые он раньше называл, но сам он четко знает, что будет не менее 130 миллионов тонн зернобобового кукурузы, зерна кукурузы, это действительно серьезно. Но и урожай около 30, это тоже прорыв, даже для советского агропрома. Но я хочу сказать, рядом страны имеют другой урожай. Они имеют от 70 до 90 центнеров, поэтому резерв у нас большой, хотя мы поклон отводим земной нашим селекционерам и аграриям. И вы знаете, вот они получают там свои 70-90 и те же Соединенные Штаты Америки, Германии, даже не сравнимы с нашим Краснодаром, но они в десятки раз дают денег на ектар пашни. В десятки раз. Я не знаю, что аплодировали некоторые наши товарищи, что они захотели получить. Нам не надо копейку жалеть для крестьян, для того, чтобы эти 40 миллионов поднять, чтобы сады зацвели, чтобы виноградники были, чтобы фермы были, говорим молоко. А что молоко? 18 миллионов тонн товарного вместо 57. 240 килограмм или литров молока потребляем всякого этого самого мутного. Посмотрите, в Германии 450 литров. Мы это потребляли с вами, поэтому совершенно другие деньги нужны, другие кадры нужны. Мы сегодня благодарим команду, которая работает в министерстве во многих наших регионах. Вы посмотрите мощнейшие совещания, которые проведены от Татарстана, Волгограда, Тамбова и многих других регионах. На точках прорыва, на капитальных, системных вопросах, которые снимают институциональные проблемы, вся Россия учится. Это лучшая практика советского агропрома. И мы в этом плане должны поддерживать ситуацию. Но когда вырезают программу государственную на 50%, посмотрите, 18-й год, 19-20-й, а потом говорим, что будем чего-то там ждать другого. Что мы будем ждать, если 94 тысячи деревень не имеют сегодня газоснабжения? 43 тысячи деревень не имеют сегодня почтовой связи, 35 тысяч деревень дорог с твердым покрытием, а у нас-то их всего там 160 тысяч. 20 тысяч деревень потеряли, 20 тысяч имеют по 8 человек. Население. Мы куда движемся в этом плане, когда рассматриваем вопрос социального развития села? Говорим о школах. А посмотрите, почему наш СХИЗО. Корпуса стоят, не можем достроить. Или наш Ставропольский уникальный университет. Корпуса на 90% готовы, не можем найти денег, достроить. Что это такое? Это позорище. Я считаю, что нам надо восстановить обязательно все, что связано с финансированием по программе. Это минимум не 240, как мы с вами еле-еле добились, а эти 350 миллиардов, которые есть в программе, идти дальше. Енадий Андреевич сегодня называл цифры. Это 10% расходной части бюджета. Мы решаем огромную задачу. Вот сейчас законопроект депутата комитета внесли. О чем говорил Ткачев? Виноград, яблоки. Смотрите, мы 3,2 миллиона производим сегодня вместе с населением все яблок. Чтобы решить проблему продовольствия и корзины, надо 15 миллионов. Где мы находимся? 15 тысяч, которые вводим сегодня интенсивных садов, хорошо. Но надо 30 сегодня закладывать этих садов. Надо решать всю цепочку. И в том числе питомных овощей, о чем говорил сегодня тот же Плотников. Наши законы. Их надо поддерживать. Закон о семеноводстве, о племенном животноводстве, о плодородии почвы. Вы посмотрите о плодородии почвы. У нас 45% кислых почв, не вносим минеральных удобрений, органических. И так далее. На все эти проблемные, системные вопросы у нас есть сегодня законопроекты вместе с министерством. Но тормоза включает. Кому-то не нравится, что сегодня есть подъем и взлет агропрома. Я понимаю, кому это может не нравиться. Поэтому фракции вынужден сегодня от фракции еще раз выразить свое мнение. Министр должен, как и раньше были, быть заместителем председателя. Тогда будет эпидемиологическое благополучие нормально. Три закона футболит два года уже по ветеринарии. Они будут приняты. Добавьте минуту. Они будут приняты, как и другие законопроекты, о которых мы говорили. Школьное молоко. Три фракции, три руководителя фракции подписали. Председатель Думы поддерживает. Почему мы не можем принять этот законопроект? Он, во-первых, все сделает для того, чтобы молодежь была более здоровой. Вопросы двинет в том числе востребованности и качество в том числе. Посмотрите переработку. Мы стали, к сожалению, вот говорим, Краснодар, другие, мы 200-300 тысяч тонн всего продаем муки. Украина в несколько раз больше продает, потому что у нас переработка хромает. Многое другое хромает. Для этого все нужны деньги. Деньги, которые мы с вами здесь распределяем. Я еще раз хочу сказать слова благодарности председателю Думы, депутатам, которые, комитету бюджетам, которые помогли нам. Вот те небольшие деньги дополнительно выделить и тот инновационный прорыв, который сегодня осуществлен, и тот климат, который создается в агропромышленном комплексе, он стимулирует наше развитие. Еще раз хочу поблагодарить все крестьянство, думаю от вашего имени, и поздравить наших ростовских и краснодарских товарищей с 80-летием. Спасибо.